В эфире программа «Язык Духовный стержень народа», созданная при поддержке областного управления по развитию языков. Здравствуйте! 1 марта 1995 года указом президента была образована Ассамблея народа Казахстана, которая включает в себя 820 этнокультурных объединений. Сегодня в 72-х общеобразовательных национальных школах обучение ведется на языках этносов. В 143 школах ведется смешанное обучение. Открыто 195 этнопросветительских комплексов и лингвистических школ. Издаются 35 этнических СМИ, а также в мажоресе парламента представляют интересы своих этносов 9 депутатов. Идея создания Ассамблеи впервые была высказана президентом в 92-м году на первом форуме народов Казахстана. Деятельность Ассамблеи направлена на решение таких задач, как содействие сохранению в республике межнационального и межконфессионального согласия, обеспечение учета многообразных национальных интересов, проводимые государством национальной политики. Первый президент республики является пожизненным председателем в Ассамблеи. Его представителями в регионах являются Акимы. Необходимо отметить, что Ассамблеи в своей работе тесно взаимодействуют с Ассамблеями регионов, которые созданы во всех областных центрах. Кандидаты в члены Ассамблеи народа Казахстана выдвигаются решениями сессии региональных Ассамблей по предложениям этнокультурных объединений. От региональных и республиканских общественных объединений рекомендуется решениями высших органов. За годы своей деятельности Ассамблея обсудила важные вопросы социально-политической жизни общества, связанные с дальнейшим экономическим и политическим реформированием казахстанского общества. Новые стратегии развития национальной политики открылись с принятием стратегии Ассамблеи народа Казахстана. За прошедшие годы Ассамблея народа Казахстана превратилась в авторитетный общественный институт гармонизации межэтнических отношений. Заметно увеличилась финансовая поддержка со стороны правительства. Деятельность Ассамблеи способствует росту международного авторитета Казахстана как республики, эффективно решающей проблемы межэтнических отношений. Именно единство народа базируется на общественном согласии, которое будет обеспечивать и развитие целой нашей страны. Бессловно, решение ключевых экономических вопросов, решение вопросов и социальных, и, конечно, и политических задач. Поэтому вот таким образом был обозначен ряд вопросов. И во главе угла целого моего выступления было обозначено базовые принципы, но я хотел бы остановиться на только нескольких главных. Это равноправие граждан нашей страны, независимо от этнической, независимо от религиозной, иной составляющей. Я думаю, этот принцип еще был заложен в Конституцию 1995 года, и он незыблемо исполняется сегодня всеми государственными органами. И я думаю, это и есть основа обеспечения равенства всех граждан. Во многом благодаря работе Ассамблеи в нашей республике сформировалась уникальная модель межэтнического согласия, пример с которой берут и зарубежные страны. Все вопросы, которые поднимаются на сессии Ассамблеи народа Казахстана, на Совете Ассамблеи народа Казахстана, они все получают четкий механизм решения. Потому что решение сессии Ассамблеи народа Казахстана является обязательным для всех государственных органов. Я хочу сказать, что перед сессией Ассамблеи народа Казахстана всегда за фактически течение года, особенно перед сессией, за месяц-два, идут, если проблемы, вопросы есть, руководители этнокультурных объединений, члены Совета Ассамблеи всегда поднимают эти вопросы. И по тем направлениям, по которым есть вопросы, всегда мы организуем встречу с тем или иным министром для решения тех поставленных вопросов. То есть есть механизм представительства, есть механизм решения создания специального рабочего органа при администрации президента, имею в виду отдел администрации президента, это есть механизм обеспечения повседневной деятельности Ассамблеи народа Казахстана. И еще более хочу сказать, что именно 9 депутатов от Ассамблеи народа Казахстана, которые представляют сегодня интересы не только отдельных этнических групп, а интересов всего народа Казахстана, это один из главных механизмов решения этого же вопроса. То есть вот таким образом фактически целый системный подход в решении вопроса. Если эта система не решает тех проблемных вопросов, которые есть, иногда возникает эта жизнь, разные вопросы, но тогда, я думаю, она может по-разному называться, Ассамблея народа Казахстана или по-другому, тогда никакой роли фактически, наверное, не было бы. Буквально недавно в Астане прошел 21 съезд Ассамблеи стратегия 2050 культуры мира, духовности и согласия с участием представителей всех областей. Не стало исключением и наша область. Перед отъездом делегации это 20 человек, заместитель Акима области Бахтий Армакен собрал всех членов Ассамблеи. Зам Акима отметил, что от каждой поездки они ждут чего-то нового. И в этот раз тоже не исключение. Сами знаете, как вы знаете, что сегодня Ассамблеи делается очень многое. Это уникальный институт. Еще раз хочу подчеркнуть о том, что данный институт, он позволил нас с вами, во-первых, работать вместе. Живем мы в мире и согласии, в дружбе. Как вы знаете, что благодаря вот этому институту Ассамблеи народов Казахстана преобразуются многие приоритеты и сегодня мнения. И будем говорить, основные решения даже политических, экономических, социальных реформ именно наши руководители культурных центров имеют особое значение. И вы участвуете в этом процессе. Это надо отдать должное. Почему? Потому что мы это видим. И сегодня глава государства, президент нашей страны, лидер нашей страны, он всегда говорит о том, что вот наша задача именно сплотить, идти вперед. В послании главы государства основными приоритетами является это именно единство народа. И благодаря такому институту, такими приоритетами мы системно идем и развиваемся. Главной целью на сегодняшний день была и остается пропаганда мира и согласия, подчеркнул Бахти Армакен. Ассамблея, объединяющая более ста этносов нашей республики, сыграла огромную роль в сохранении стабильности и поступательном развитии республики. Она показывает всему миру успешность политики, проводимой Казахстаном и нашим президентом в области межэтнических отношений. Наша главная цель является пропаганда мира и согласия в Казахстане. И вообще, то есть, наш молодежный крыло при Ассамблее Западно-Казахстанской области активно занимается этой работой. Я сама работаю в школе и как бы на занятиях везде, то есть в повседневной жизни стараюсь объяснить детям, которые что-то только не понимают, то есть, что такое мир, что такое согласие, что такое толерантность. И могу сказать, что Ассамблея работает очень успешно, работа их видна, и я хочу поблагодарить за это, потому что в связи с последней обстановкой, творящейся в мире, то есть наша страна, можно сказать, зависит, ну тоже же Ассамблея, играет большую роль в мире, который царит на нашей земле, в нашей стране. За это огромную благодарность выражаю. В лице секретариата было принято решение, чтобы всем членам Ассамблеи, которые принимают особое участие в работе, были вручены новые членские билеты. Каждым, проведя эту сессию Ассамблеи, происходит что-то новое, и сегодня мы это ждём. Понятно, когда проводятся там различные общественные мероприятия, а именно проведение сессии Ассамблеи, и принимаем очень важные решения, направления данного института Ассамблеи народов Казахстана, я думаю, это для нас важно, чтобы вместе мы именно в работе идеологической сферы, культурно-просветительской, научной, во всех сферах жизнедеятельности, с которыми мы с вами каждый день сталкиваемся, мы с вами видим это. А съезд в Астане начался с выступления президента, который отметил, что в Казахстане решены вопросы о роли казахского языка, официальном статусе русского языка и равноправном развитии языков всех этносов и их культур. В этом году исполняется 25 лет нашему первому закону о языках. Знание всеми гражданами в будущем казахского языка ещё больше сделает нас равными и укрепит единство. Вот уже четверть века в языковой политике мы идём чётким курсом. Постепенно развиваем казахский язык и создаём условия для развития языков всех этносов. Сегодня найдётся немного стран, где большинство населения говорит и думает как минимум на двух языках. Казахстан в их числе, и это наше национальное богатство. Мы реализуем программу развития трёхязычия. У нас на 15 языках выходит 60 СМИ, в том числе 34 газеты и 26 сайтов этнокультурных центров, сказал президент. Выступление президента воодушевило представителей этносов. В основном задача его была поставлена так, чтобы укрепить межнациональное согласие и единство народа Казахстана, что мы одна семья и живём в одной стране. Остановился так, что он в своём обращении на дорожной карте мира и согласия. Эта карта уже, это мероприятие действует, но попросил, он обратился ко всем активным, чтобы агенционные бригады попали в самые отдалённые аулы нашей республики и областей, естественно. А ещё, сказал президент, Ассамблея народа Казахстана – это фундамент и основной принцип культуры мира и духовного согласия. Ассамблея – это инновационная модель всенародного представительства интересов всех граждан и успешный инструмент нашей молодой демократии. Она консолидирует деятельность более восьми сотен этнокультурных объединений по всей республике. Это 70 тысяч активистов. А ещё в этой работе участвует более трёх миллионов человек. По дорожной карте мира и согласия, значит, он особо уделил, не взирая на отдалённость, на национальность, а приложить все усилия, вплоть до культурной программы, но побывать в этих отдалённых местах, людям разъяснить, что такое Ассамблея народов Казахстана, для чего она создана. Казахстанцы самых разных этносов активно участвуют в индустриализации, бизнесе, науке, образовании, здравоохранении и спорте. В нашей экономике никто не делится по этнической принадлежности. Есть механизм обеспечения интересов, независимо от этнических разделений, обеспечения участия и в государственных делах, и общественных делах, участия в общественно-политической жизни нашей страны. Можно много заявлять, но если нет механизма обеспечения Ассамблеи, как раз таки есть, где сегодня представлены все этносы, которые проживают в Казахстане, они все представлены в Ассамблее народа Казахстана. 411 членов Ассамблеи народа Казахстана. 2015 год станет годом Ассамблеи народа Казахстана. Об этом заявил президент, выступая на 21-й сессии в Истане. В будущем году исполняется 20 лет Ассамблеи народа Казахстана и 20 лет принятия Конституции. Это два великих события, составляющие единую связь с нашей летописью. Поручаю правительству совместно с Ассамблеей подготовить национальный план мероприятий по проведению года Ассамблеи народа Казахстана и 20-летия Конституции, отметил президент. Почему роль Ассамблеи сегодня возрос? Потому что ее имеет огромный статус, потому что сам глава государства, президент нашей страны, Натан Абешович Назарбаев, ее возглавляет. Этим, наверное, обозначен особый статус. Этим обозначен, что Казахстан, республика Казахстан, он главным вопросом, стержнем всей государственной политики, ставит единство народа Казахстана. Сегодня Ассамблея народа Казахстана становится действенным органом. В деятельности Ассамблеи заложена народная дипломатия, потому что этнокультурные объединения избираются из народа. Руководители этнокультурных объединений работают с людьми. Они знают проблемы народа, и с каждым годом Ассамблея становится важным и значимым органом. Общественное согласие – это все важно для нас, говорят члены Ассамблеи. Главное мы считаем – повышение эффективности работы всех существующих структур Ассамблеи, которые на сегодня созданы во всех областях, чтобы заинтересовать активисты этих органов в решении самых актуальных проблем, чтобы они знали, что вопросы поднимаем Ассамблеи народа Казахстана, и сам это актуальнее отвечает чайным надеждам людей. Поэтому мы в последние годы принимаем меры для того, чтобы президент страны сказал, что Ассамблея должна вертикально и горизонтально работать. Поэтому мы сейчас созданы целостные структуры системы Ассамблеи народа Казахстана. Ежегодно проводятся форумы для обсуждения насущных вопросов. Что волнует людей и в каком направлении им двигаться? Западно-Казахстанская область – это тот регион, имеющий большой потенциал в межэтнических отношениях. Тем более у нас приграничная область. Мы создаем такую целостную структуру Ассамблеи, которая непосредственно доходит до каждого человека. Сейчас в области проходит дорожник Артемир и Согласия. По всей области проходит сейчас между районом. До этого прошли между сельскими округами. Для того, чтобы мы еще раз посмотреть, что работа Ассамблеи на местах, как это организовано, обмен опытом сделают. Сегодня Ассамблея является, кроме того, представительством во всех органах. Из 125 членов Западно-Казахстанской областной Ассамблеи 13 членов – это представители молодежи. Среди 14 этнокультурных объединений активно действуют 4 молодежных крыла. Татарского культурного центра Еврейского общества Корейской ассоциации и Центра русской культуры с охватом молодежи по 100 человек. В составе молодежного крыла есть представители студенчества, духовенства, районных молодежных объединений. Ими организуются культурно-просветительские мероприятия с пропагандой историко-культурного наследия, устного народного творчества и научно-практические конференции. К примеру, в Еврейском культурно-просветительском обществе есть числа молодежи, организованы вокальные, инструментальные, танцевальные и вокальные коллективы. При Татарском культурном центре работает рок-группа «Империя», танцевальная, вокальная группа «Ляйсан» и клуб веселых и находчивых. Я жила, значит, выросла в казахской семье. Я очень придерживаюсь казахским обычаям, традициям, очень уважаю казахский народ, то есть он близ к мне, к моей душе. Казахский язык нужно знать всем, так как мы граждане Республики Казахстан, и это наша прямая обязанность – знать государственный язык. Под эгидой Ассамблеи народа Казахстана регулярно проводят форумы «Молодежь» под лозунгом «Единство Республики» – залог достойного будущего. В ней постоянно принимают участие представители разных областей молодежи и высших учебных заведений. Участники молодежного форума выходят с интересными проектами на тему культуры и пропаганды здорового образа жизни, а также представляют проекты со своим видением будущего через призму народных традиций. Большая возможность к дружбе между разными национальностями, к знанию казахского языка, потому что у нас в клубе есть такая одна особенность – мы когда собираемся, собрания проводим на разных языках. Допустим, первую неделю мы собираемся, мы разговариваем только на казахском языке, а на вторую неделю мы разговариваем только на русском языке. И как бы вот эта возможность тем, кто мало знает казахский, у них есть большая возможность изучить потихоньку, постепенно изучить казахский язык. А тем, которые учатся в казахских группах, которые недостаточно, допустим, знают русский язык, у них есть большая возможность для изучения русского языка. Ассамблея сегодня является конституционным органом, возглавляемым ее президентом, возглавляемым ее президентом, гарантом Конституции. Этим определен ее особый высокий статус. Правовой статус Ассамблеи определен специальным законом об Ассамблее народа Казахстана и положением об Ассамблее народа, где регламентирован порядок формирования структуры и органов управления. Определены цели, основные задачи и направления деятельности полномочий Ассамблеи, а также особенности организации взаимодействия с госорганами и общественными объединениями. Механизмы участия в разработке реализации политики в сфере межэтнических отношений. Вопрос мира, согласия, он стоит на повестке дня во всех странах. И хочу сказать, что все крупнейшие страны, включая Китай и крупнейшие страны, представители Соединенных Штатов принимали участие, Франция, Испания, Англия. Поэтому, я думаю, многие страны, которые мы принимали, я думаю, как раз они понимают, что это не просто понимают, они хотят изучить наш опыт. Вы знаете, что модель Наштата Назарбаева был презентован в Организации Объединенных Наций, он был презентован в Организации Безопасного Сотрудничества Европе. С первых дней независимости перед государством стала задача, направленная на обеспечение равноправного сосуществования и сотрудничества всех этносов. Именно это и стало приоритетным направлением национальной политики. С этого момента этническая политика Казахстана была направлена на образование единого народа, как политической общности граждан. Именно это и позволило создать оптимальную модель взаимоотношений между всеми этносами республики, наладить диалог различных культур и конфессий и реализовать на практике равенство представителей разных этносов республики. Казахстан стал первым в СНГ, в котором был создан уникальный институт – Ассамблея народа Казахстана. Этот институт во многом способствовал становлению и утверждению казахстанской модели полиэтнического общества, деятельность которого направлена на укрепление межэтнического и межконфессионального согласия. И Ассамблея народа Казахстана с момента своего образования играла большую роль в укреплении мира и согласия между народами. И в последние годы ее роль в обществе стала более заметной. Этим наша страна отличается от всех других стран. И наши межнациональные отношения имеют больше гарантий и больше эффективности и являются примером для всей общественности всего мира. Это наша гордость, и мы с удовольствием работаем в этом ракурсе, и мы ощущаем, насколько это очень важная проблема. Создание Ассамблеи стало логическим продолжением внутренней и внешней политики Казахстана, а также его лидера с момента обретения независимости. Казахстан изначально взял курс на построение современного светского государства, приверженного идеалам мира, толерантности и конструктивного диалога. Создание Ассамблеи народа Казахстана стало институциональным оформлением сферы межэтнических отношений в республике и органом народной дипломатии. Ассамблея создавалась как принципиально новый институт гражданского общества, который не имел на тот момент аналогов как в советской эпохе, так и в мировой современной практике. Сейчас можно с уверенностью сказать, что благодаря Ассамблее удалось избежать политизации межэтнических отношений, направить имеющиеся на то время потенциалы в конструктивное русло. Ежегодная сессия Ассамблеи народа Казахстана всегда духовно обогащает нас, и мне каждый этнос видит силу, веру и надежду в будущее. Корейское этнокультурное объединение Западно-Казахстанской области, понимая, что высокий стандарт качества жизни достигается в стране не только свободными, но и патриотичными людьми, гражданами, заметно изменило стиль и методы своей работы. Нами взят курс на усиление взаимодействия с госорганами, молодежью, научно-экспертной группой области, реализуя такие проекты, как Казахстан, наш общий дом, став участниками президентского форума «Судьба страны, моя судьба» в городе семей, мы стали в регионе сильнейшей общественно-патриотичной силой. Внутри политической стабильности и общественное согласие стали главными ценностями эпохи независимости. Ассамблея народа Казахстана сформировалась как органическая структура обеспечения устойчивого развития Казахстана, гарантия прочности и надежности жизненного пространства граждан республики. В этом и есть весь смысл Ассамблеи. Логика и содержательное наполнение работы Ассамблеи народа Казахстана формируется, исходя из стратегической цели межэтнической толерантности и общественного согласия. Ассамблея народа Казахстана сегодня взаимодействует с гражданским сектором, со всем обществом и международными организациями, что позволяет ей участвовать в решении задач общенационального масштаба. Наша программа была подготовлена при поддержке областного управления по развитию языков. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!